Петр Савчук первым делом знакомится с продукцией одного из старейших предприятий региона и с архангелогородцами. Посетители советуют купить морскую капусту, однако федеральному чиновнику приглянулась не только она. Вот это разовые мочалки? Да. И там фукс. А вот полезность его? Альгинаты содержит. Альгинаты выводят токсины, с кожей улучшают внешний вид. Зам главы Росрыболовства на мочалках из фукуса не остановился. Купил еще мармелад на агаре и питательный крем. К слову о сладостях. Сырье для производства агара, естественного загустителя со дна Белого моря, достают уже не в таких объемах, как раньше. Сырьем является анфетция, которой мы собираем штормовые выбросы. И с каждым годом, к сожалению, выбросов становится меньше и меньше. И на сегодняшний день производительность по агару у нас до тонны. Тонны небольшие. Надо с Дальнего Востока привезти. Да, вы знаете, это было бы в большом поспоре. Там не знают, что с ним делать. Прежде агары на комбинате производили около 40 тонн в год. Теперь чуть больше тонны. На Дальнем Востоке и правда не перерабатывают анфельсию. И дефицита штормовых выбросов пока нет. Учитывая, что здесь мощности недозагружены, в сушеном виде можно всегда поставлять и увеличить производство хотя бы на 8-9 месяцев, чтобы загрузка по анфельсии была. В 2017 году предприятие побило собственные рекорды по добыче сырья за последние пять лет. И несмотря на сложные погодные условия, заготовили более 1100 тонн сырца и 200 тонн сухих водорослей. С учетом того, что предыдущие семь лет на комбинате не было вложений в инфраструктуру, работы предстоит много. Мы увидели то, над чем надо нам работать. В первую очередь, это на улучшение бытовых условий, это на модернизацию способов добычи, это приведение в порядок вишелов, где происходит сушка водорослей, ну и самой береговой инфраструктуры. Береговая инфраструктура и перспектива завоза в Архангельск дальневосточных водорослей может стать частью большого проекта – развития и строительства глубоководного района морского порта Архангельск. Он, кстати, должен войти в стратегию развития морских терминалов России. Олеся Кокина, Александр Кузнецов, Регион 29. Продолжение следует...